Всем привет, ребят! С вами, как обычно, Мистер Сафари, сегодня мы поиграем в BeamNG Drive и сегодня мы будем рассматривать очень нестандартный для этой игры мод. Мод на поезд, да. Вы не ослышались, реально поезд в BeamNG Drive. Скорее всего, уже кто-то отснял, а точнее, я знаю, кто отснял. Рунтик, привет! Ну, короче, я нашел еще одну карту для того, чтобы запускать этот поезд. И, кстати, реально с поездом много мороки, поэтому, кто захочет на нем покататься, готовьте к тому, что вас будет рвать пукан от злости, что же он никак не едет. И поставить его на рельсы не так легко. Так, блин, ты заедешь сегодня, братан? Кстати, как видите, у меня вот такая вот очень крутая тачка. Даже не знаю, к чему ее можно будет заиспользовать, в принципе. Наверное, к Дёрби каким-нибудь, только вот у нее передний привод, к сожалению. Так, окей, доехали мы до рельсов все-таки. Бывает. Давай помогу. Так, что-то я как-то не так помог. Так, все, нам нужно, чтобы идеально поезд на этих рельсах поставить. Я помню, что мне нужно делать. Нужно вот так вот, во. Давай-давай, еще чуть-чуть. Вот как-то так вроде бы. Мы встали ровно, то есть у нас колеса упали в рельсы. Отлично. Теперь берем наш локомотив. Вот такой локомотив. Пока что больше в модах, сколько я рыскал, не нашел ничего. Там только есть обманки. С этого я поугарал уже, конечно же. Но пока что вот только такой локомотив. Думаю, его будут дорабатывать. И думаю, все-таки на его основе люди понасоздают еще локомотивов. И думаю, можно будет нормально пообозревать эти моды. Потому что карты уже две, как минимум, есть с рабочими рельсами. Потому что на некоторых картах так, просто для красоты. А на двух картах есть рабочие рельсы, на которых, в принципе, можно запускать эти поезда. И они будут ехать. Так. О-о-о, я не ожидал, но он у нас как-то сам прям в рельсы... Он сначала мимо как-то заспамнился и сам в рельсы влетел сейчас. Окей. Так, давайте поправим его. Потому что я думаю, все-таки немножко он не это... И все... Просто... Его нужно доставать из рельс. Он не должен прям стоять внутри них. Вот, все. Смотрите, идеально поставил. А смотрите, мы даже тут сейчас можем ничего не делать. Он сам покатился уже по ним. Мы его поставили. Значит, все. Он катится. Значит, все в порядке. Но все-таки нам нужно его завести. Поэтому давайте отдалим камеру. Так. Как я помню... Спасибо, опять же, Рунтигу. Надо заводить с помощью Т. Либо на G можно. Но на G это долго ждать. Я уже сам сколько раз катался на поезде. Убедился, что на G очень долго ждать, пока он запустится. Поэтому это не вариант. Это только чтобы потом газу сильнее можно было дать. Стоит как бы... Ну, разгорать движок. Тогда нормально будет. Так. Давайте быстренько прогреем. Откроем. Цилиндры. Закроем. Окей. Какая у нас температура? Ага, вот. Разогрелось, да, все-таки? Сейчас должен еще дымок небольшой пойти. Вот, все. Погнали. Слушайте, начал топить. Все. Отлично. Только так. Дымок. Ты будешь закрываться? По идее... Все, да, закончился. Отлично. Все правильно сделал. Ну, у нас падает уровень огня. Как вы видите, слева у нас показывается... Левел... Ой. Ну, уровень воды. Это мы включим сейчас помпу. Пусть качает. Так, а что ты не качаешь? Все. Пошла качать. И давайте нам, чтобы разогнаться, нужно еще включить кое-что. Да, вот. У нас уже он не прет. То есть, поехал чуть-чуть и больше не прет. Но я разобрался, как это делается. Нам нужно включить на G. Разогрев двигателя. Без него мы дальше все равно уже никак не пойдем. Т-клавиша используется у нас только для старта. Дальше у нас так. Так. Включаем наш... Открываем точнее цилиндры. Чтобы у нас сейчас лишнее говно выходило. Он на нас сейчас будет нагреваться. Нам придется немножечко подождать. Но мы как минимум один кружок на этой карте сделаем. И, наверное, перейдем на другую карту. И там тоже на нем покатаемся. Потому что там тоже прикольная карта. Но та, короче, намного карта больше. И у нее реально свои системные требования. И слабые компьютеры туда никогда, наверное, и не зайдут. Потому что там как минимум на той карте нужно 8 гигагов оперативки. Гигагов. Слушайте, это новый термин. Гигагов. Можно... Давайте хэштег гигагов. Это четко. Четко звучит. Мне нравится. Не гигов, а гигагов. Это вот прям лайк. Так, ну что, давай. Ты топишься? Нет? Ёп твою мать. Ну, я не это хотел. Ну, ладно. Так, ладно, грейся тогда. Откроем цилиндры. И сейчас пар, наверное, пойдет у нас. Пойдемся заново тогда. Оп. Прокатимся. Все. Поехал. А, отлично. Так, у нас появилась тяга вроде, да? Да. Тяга появилась. Вот. Так. Давайте отдалим. Отлично. Смотрите, какой дым просто идет от этого паровоза. Прям, ну, классно. Я люблю вообще дым в играх. А от этого паровоза он прям вообще четко идет. Так, у нас сейчас дым, поэтому не обращайте внимания. Это я открыл цилиндры. Я не знаю, это, наверное, пар мы, типа, убираем лишний. Но пока что у нас огонь до сотки не дошел. Я пока с открытым цилиндром прокачусь. Так, так, так. Сейчас сотка будет огонь. И тогда можно выключать. Все. Выключаем у нас огонь. И закрываем цилиндр. И все, в принципе. У нас 98 градусов. Воды можно подкачать чуть-чуть. И, в принципе, даже набирается. Вот это проценты прессур. Не знаю. Это, наверное, КПД, типа. Коэффициент полезного действия. Типа сейчас поезда. Как он фигачит, газует. Ну, если честно, не знаю, что это. В этом я не разобрался еще. Но вот пока что разобрался, как его, если он заглох, опять разогнать. В принципе, все легко. И не так геморно, как кажется. Но, конечно же, то есть, нужно подтапливать изредка поезд. Открывать эти цилиндры. Иначе все равно мы так не уедем. Потому что после 75 градусов уже поезд не едет. Просто он начинает снижать обороты. А потом вообще, как вы видели, не газует нифига. Сейчас можем опять взять. Так, давайте откроем цилиндры. Опять поднабьем немножко огонька. Как бы все равно едем. Сейчас все равно при таком положении будем разгоняться. Просто за нами еще офигенное белое задымление идет. Такая дымка четкая, знаете. Как будто нам этот контртеррорист смог кинул. И он у нас такой, оп, в конце. Офигарит, классно. Не, ну реально выглядит прикольно. Только такое ощущение, что мы горим. Но нет, это, я так понял, симуляция пара у нас такая сделана. Так, можем посмотреть даже, что там под текстурками. Ай, водичка, ничего себе. Так, сейчас мы будем въезжать в туннель. Можно сделать вот такую камеру. Камеры у него также меняются. Ух ты. Так, нет, в дыму это я, конечно, все понимаю. Это четко, но нет. Так, нагрели мы опять. И закрываем тогда уже цилиндры. И все. Здесь рычаги у нас шатаются. Прикольно, прикольно. Ничего не могу сказать. Так, смотрите. 38 километров в час мы растопили на нем. Так, больше, интересно, сможем. Так, вот здесь вот главное не слететь. Здесь такой поворот достаточно резкий. Так, аккуратно. Ну, слушайте, ну это прикольно. Потому что в BMG Drive все привыкли машины бить там, автобусы, всякие белазы. А тут ты просто заходишь в BMG Drive, ничего не бьешь. И просто катаешься. А на следующую карту, наверное, сейчас зайдем, ребят. И все-таки я сделаю так, что мы заспамним все-таки рядом машинку. Отправим поезд по железной дороге. А сами где-то впереди будем ждать. И он нам в бочину вместится. Думаю, все-таки аварию-то надо с ним устроить. Че, мы его просто так, что ли, запустили? Не, протестить его нужно, как он врезается. Без этого как бы никуды. Ну, здесь я что скажу. У нас тут уже все. Сейчас будет подъем в горку. И стартовая позиция, откуда мы, в принципе, начинали. Поэтому можно смело переходить пока что на другую карту. Ладно. Все, встретимся на другой карте. Итак, ребят, разогнал я наш паровоз. Уже 20 км в час идет с небольшой горочки. Впереди у нас стоит машина старого типа. И сейчас мы проверим, что же он сможет нанести этот поезд этой машине на скорости в 20 км в час. Как вы видите, поезд намного больше размеров, чем машина наша. Ух ты, слушайте. Я думал, если честно, что на этой скорости вообще поезд ничего не сделает нашей машине. Но нет. Он ее сдвинул. То есть нормально. Так, он ее переворачивает, что ли, собрался? Не стоит. Ё-моё. Да это жестко, ребят. Ну, вот такая авария у нас вышла с паровозом, с этим. Кстати, ребят, чуть совсем не забыл. Мы поврезались с машины, но я забыл врезаться. Именно, точнее, как врезаться? Скинуть его, например, с какой-нибудь высоты, потому что все-таки интересно, как же он разобьется. Потому что об машину он врезался и даже не помялся. Понятное дело, там маленькая скорость. И если он спадет рельсов, поверьте мне, я уже падал раза 3-4. Тоже, в принципе, ему ничего не будет, потому что он достаточно твердый. Поэтому я решил скинуть с высоты, а скинуть с высоты даже не на ровную поверхность. А вот, видите, снизу кунусообразную какаху. Вот на нее сейчас и будем скидывать. Так, поезд. Я надеюсь, что на нее упадет, потому что должно. Так, ну-ка, давайте. Я надеюсь, я не промахнусь, и он упадет на трубу. Нет, я промахнулся, и он упал не на трубу, к сожалению. Ну, кстати, он в трубу входит. А что, она прозрачная, что ли? Ё-моё. Слушайте, это... Это жесть. От поезда ничего не осталось. И-то, я так понял, труба прозрачная. Здесь даже текстурки были прозрачные. Но, смотрите, с такой высоты у нас поезд упал. И ему уже жопа. Давайте тогда на асфальт скинем. Вот с такой высоты. Совсем небольшая такая. Учитывая, что какой твердый наш паровоз. Замедлим. Так. И скинем. Восстановим. Так. Мне реально интересно, с этой высоты ему сильно. Потому что там, понятно, огромная высота была. А сейчас? Ну, колеса немножко промяли. В принципе, у нас только труба помялась. И основы, держащие колеса. А остальное, как видите, осталось целое. В принципе, да. Чем больше высота, тем сильнее он ломается. Но, как вы видите, он достаточно прочный. Единственное, его такая непрочность. Это... Даже колеса дальше могут крутиться. Но, вот видите, сам кузов, этот ободок, он гнется и ломается. В принципе, все. На этом все. Всем спасибо за просмотр. Всем пока!